Здравствуйте, дорогие друзья! Добро пожаловать на следующий выпуск подкаста Russian in Context с Инной Ириной. Сегодня вас приветствует Ирина. Сначала я хочу поблагодарить подписчиков нашей веб-страницы www.russianincontext.com. А на Патреоне у нас появилась ещё одна новая подписчица. Не забывайте, что на страницах Фейсбука, Инстаграма и Телеграма вы найдёте грамматику, лексику, цитаты, пословицы и поговорки, анекдоты и многое другое. Итак, начнём. Если вы спросите, какое сегодня число, то каждый, недолго думая, скажет, сегодня 14 февраля, день Святого Валентина. Такую дату невозможно забыть, так как в Европе уже за несколько недель до этого праздника на прилавках магазинов появляются сладости в форме сердца, шампанское, плюшевые медведи и сердечки с надписью «Я люблю тебя». От такой яркости красок невозможно не пройти мимо, не подумав, что скоро же 14 февраля, день всех влюблённых. Говорят, что в этот день каждый может выразить свои чувства и свою любовь. Но нужен ли для выражения своих чувств и выражения своей любви такой день? Ведь о любви можно говорить всегда. Для неё нет определённого дня, часа или минуты, как и определённого возраста. Думаю, это особый день для тех, кто уже давно не говорил своим любимым и близким людям слова любви и благодарности. Это шанс, возможность напомнить об этом. А может, этот день для тех, кто уже давно влюблён и не знает, как и какими словами выразить свои чувства, свою симпатию или свою любовь. В этот день для всех влюблённых имеется невербальная возможность, просто без слов, с небольшим намёком отправить Валентинку, маленькое бумажное сердце или открытку в виде сердца. Намёк — это небольшой сигнал, недосказанность в словах, или же в нашем случае сигнал о чувствах. Обычай посылать любимым открытки в день Святого Валентина возник в Средние века. Самой первой Валентинкой в мире считается записка, которую отправил своей жене герцог Орлеанский Карл. В 1415 году он находился в тюрьме в лондонском Тауэре. Есть, конечно, и другая сторона этого праздника, а именно потребительская. То есть за этим праздником скрывается коммерческий интерес. День Святого Валентина очень популярен в США. В этот день принято вручать своим возлюбленным Валентинке дарить символические, а иногда даже очень дорогие подарки. Считается, что те, кто вышел замуж или женился в этот день, будут наиболее счастливы в браке. Поэтому на 14 февраля приходится наибольшее количество свадеб и венчаний. В Германии в этот день принято дарить сладости и цветы. В Италии пекут печенье в форме сердца. Во Франции принимают в подарок драгоценности. В Дании в этот день дарят белые цветы. В Англии дарят также цветы и валентинки. А в Японии любимых радуют шоколадом. В России день Святого Валентина начали отмечать только в 90-х годах, и многие традиции были заимствованы. Точнее, пришли к нам из США и Европы. Ну, а с чего же всё началось? Давайте вернёмся к истории появления праздника. Вокруг него существует множество легенд, мифов и различных версий. К сожалению, ни одна из версий до сих пор не подтверждена. Некоторые учёные утверждают, а именно говорят, что в начале христианства существовало три человека, носивших имя Валентин, которые погибли за веру. Об их жизни практически ничего неизвестно. Неизвестно также, были ли они действительно разными лицами, или речь идёт об одном и том же человеке и о необычных историях из его жизни. В средние века во Франции и Англии ходили легенды о святом Валентине. Они были связаны с тайным, то есть нелегальным или скрытым венчанием влюблённых пар. Согласно этим легендам, римский император Клавдий II запретил воинам жениться, чтобы они не отвлекались от службы. Воины — это солдаты, которые не концентрировались на своей работе, думая о семье и детях. Таким образом, они отвлекались от службы. Валентин тайно венчал, женил влюблённых и за это был приговорён к смерти. Некоторые французские и английские историки считают, что у праздника есть языческие корни. 15 февраля в Риме проходил праздник под названием Луперкалий. Это древний римский праздник женской плодовитости, иначе говоря, фертильности. Считалось, что ритуалы, которые совершались в этот день, принесут женщинам плодовитость и лёгкие роды. Поэтому некоторые историки утверждают, что День Святого Валентина был создан для замены языческого праздника. Существует ещё одна версия происхождения романтического характера этого праздника. Возможно, этот праздник появился благодаря любовной литературе и фантазии писателей. В XIV веке средневековый английский поэт Джеффри Чосер в своей любовной поэме «Птичий парламент» упоминал, что на Валентинов день каждая птица находит себе пару. Строки, эти слова из его поэмы, конечно же, были символичными, но они понравились другим авторам, которые придали этому дню более романтический характер. Уже в XV веке в Англии и в Шотландии праздник отмечался с большой торжественностью, то есть помпезно и эффектно. А во французской литературе традиция празднования Дня Святого Валентина впервые упоминается в конце XVI века. На этом я хочу завершить свой рассказ о Дне Святого Валентина. Желаю вам любви, счастья и здоровья. Этот подкаст я хочу закончить прекрасным стихотворением поэта Роберта Рождественского. Все начинается с любви. Все начинается с любви, твердят. В начале было слово, а я провозглашаю снова. Все начинается с любви. Все начинается с любви. И озаренье, и работа, глаза цветов, глаза ребенка. Все начинается с любви. Все начинается с любви. С любви я это точно знаю. Все, даже ненависть, родная и вечная сестра любви. Все начинается с любви. Мечта и страх, вино и порох, трагедия, тоска и подвиг. Все начинается с любви. Весна шепнет тебе, живи. И ты от шепота качнешься, и выпрямишься, и начнешься. Все начинается с любви.